Я хочу прокомментировать очередные выпады, которые идут против губернатора Коновалова в Хакасе. Мы были свидетелями, когда в течение двух лет беспардонно не только перечеркивались, но и унижались все результаты талантливой деятельности губернатора Левчева. За это время прошло более 600 всевозможных репортажей по разным каналам, но больше всего усердствовало РЕН-ТВ и Вести 24. В чем, что меня поразило, ни одного позитивного репортажа из Иркутской области не поступило. Несмотря на то, что именно Иркутская область губернатора Левченко за 4 года удвоили бюджет с 97 миллиардов до 213. Никто в России такого результата за 4 года не получал. Именно там осваивали новую целену, там развернули широкое социальное строительство в соответствии с требованиями президента и национальных проектов. Пять раз нарастили объем, а в семь раз увеличили объем, связанный с ремонтом аварийного жилья. Ведь в аварийном жилье невозможно жить. Казалось, за это надо давать орден и медаль ни одного репортажа, сплошная грязь инсунации. Несмотря на то, что область накрыла огромный паводок и затопил целые районы, тем не менее задачи были решены. Прилетал несколько раз президент. Ни разу президент не сказал, что плохо реализуется эта программа. Но по эфиру кто-то заказывал сплошную грязь, которая продолжалась 2 года. Завершилась она тем, что Левченко вынужден был подать в отставку в силу того, что 5 человек, которые работали рядом, в том числе министры лесного хозяйства Шеверда, были посажены. А посажены за то, что они стали оздоравливать ситуацию в лесу. Лес перерабатывали, платили всего около 3 миллиардов налогов. Левченко довел до 10 миллиардов. Поставили на учет 300 бан черных лесорубов. Заставили обрабатывать как следует, проводить санитарные вырубки и посадки леса. Но вместо этого посадили министра, которого за год один раз допрашивали. Предъявить нечего. Просто расправлялись с руководителем Иркутской области. Я готовил материалы. Каждый квартал направлял их губернаторам и президенту, членам правительства. В ответ глухое молчание, но сказать было нечего, потому что позитивно, положительный опыт не хотели никак отражать и комментировать. Но мне казалось, на этом завершится грязь. И тем не менее, сейчас принялись они за Коновалова. Коновалов тоже, как и Левченко, избран населением вопреки приказам и индульгенции, которые выдают в администрации президента. Вопреки ярлыка, наклижение, которое сейчас раздает сплошь и ряд. Вот у меня таблица информационная война федеральных телеканалов против красных губернаторов и руководителей. Вот Коновалов, 42 сюжета в текущем году. Особо усердствовали. В июле 15, сентябре 10 и сейчас в октябре подряд два репортажа. Якобы народный фронт готовит не так детские сады, строит не так за врачами, ухаживает. Хотя все прекрасно знают, наша программа 12 пунктов поддержки медицины. Наш бюджет развития, где минимум 7% на здравоохранение, 7% на образование должны выделяться. Наши предложения по налогам в прогрессивной шкале, которые позволяли бы поддержать всех, они лежат на столе у «Единой России» и так категорически против. Наши предложения поддержать детей и войны, 8 раз мы вносили в Думу, 8 раз «Единая Россия» тупо отвергала эти предложения даже в год 75-й годовщины победы. В ответ нанимают информационных киллеров, откровенных мерзавцев, на них пробы ставить негде. Мы прямо заявляем официально не только свой протест. У нас будет через неделю плену, который рассмотрит создание широкого патриотического фронта сил, которые будут бороться против этого безобразия, этого беспредела. Будут бороться за мирное демократическое преобразование в стране, за то, без чего страна не вылезет из этого системного кризиса. Ее сейчас обложили со всех сторон. Не только душат братскую Белоруссию, подожгли Кавказ, полыхает Киргизия, еще не успокоился Хабаровск. И тем не менее, эти отвратительные русофобские антисоветские силы продолжают поджигать след за Иркутской областью Хакасию. Я считаю, что это главные противники стабилизации президента, это главные мерзавцы, которые взрывают страну изнутри. Сто процентные русофобы и антисоветчики. Но мы переходим к открытой борьбе с этим мерзавцем. Мы поименно назовем, кто за этим стоит, сколько им платят, каким образом они организуют и кто отдают им эти приказы и команды. Мы полностью разобрались с ситуацией, связанной с совхозом имени Ленина и объединением с Венигровской мэрией. Что касается совхоза имени Ленина, у нас готовы конкретный анализ всех судебных исков. Всех, кто незаконно присуждал грабить это и разрушать хозяйство. Всех, кто надел на себя судебные манитии, но занимался абсолютно рейдерской атакой. Всех, кто им покровительствовал в следственных и прокурорских органах. Мы поименно подготовили эти материалы и я переправил их президенту. Показал, что за последние два года было почти 700 судов против совхоза, против уникального хозяйства с блестящими результатами, как в области производства, так и защиты трудящих. Мы показали, каким образом пытаются очередным рейдерским захватом парализовать предприятия из Венигровской. На мой взгляд, эти и есть главные подрыватели стабильности в нашей стране. Мы создаем комитет о защите наших товарищей, тех, кто преследует в политическом плане. У нас Бессонов, Володя, честный, достойный депутат, настоящий гражданин, вынужден 8 лет спасаться от этих преследований, которые совершенно под надуманным предлогом люди в судебных мантех паяли ему 4 года и поразили политических права. Все материалы, как проходила тогда манифестация, есть на столе и в прокуратуре, и в следственном комитете, и у президента. Я настаиваю на том, мы я подготовил и отправлюсь членам Совета безопасности, чтобы эти материалы были рассмотрены. Но мне поражает жестокость, с которой силовые ведомства расправляются с своими оппонентами. Эта жестокость проявляется и по отношению к Сергею Удальцову, и по отношению к Платошкину. Мы можем не разделять взгляды, но мы против преследования тех, кто честно и достойно борется за справедливость и нормальную жизнь в нашей стране. Мы подготовили эти материалы, поправим их всем руководителям фракций и депутатам. Но хотел бы обратиться еще раз и к генеральному прокурору. Я сегодня смотрел, как генеральный прокурор Коснов посещал на Дальнем Востоке, на Курилах и проводил беседы и встречи. Ему жалуются на плохую стройку, и он готов расследовать, почему некачественные окна оказались в домостроении. Он удивлен тем, что беспардонно повышают цены, они везде повышаются, именно беспардонно. Но я обращаюсь к нему, у него на столе лежат материалы по совхозу Грудинина и объединению Звениховской. У вас вполне достаточно полномочий для того, чтобы расследовать, каким образом и почему во главе с рейдером Полихата и проплаченные им мерзавцы продолжают душить совхоз Ленин. На каком основании пытаются уничтожить, дохапать одной из лучших хозяй? Мы ждем официального ответа от всех структур. Я надеюсь, что тот материал, который я передал после беседы с президентом, будет официально рассмотрен его администрацией. Я получу, как и все остальные депутаты, обращение подписало более 40 депутатов и 56 организаций народно-патриотического толка. Мы все это рассмотрим у тебя на Пленуме. Материалы Пленума будут опубликованы на газете «Правда» в Советской России во вторник, на следующей неделе, 20 числа. Они будут выставлены на нашем сайте. Я прошу всех членов Центрального комитета, Контрольной комиссии, всех наших союзников и друзей принять участие в рассмотрении важнейшего вопроса о создании Народного патриотического фронта в борьбе за достойную жизнь в стране и за реальные права наших граждан. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания.